Привет! У нас сегодня такое будет болтологическое видео. Поговорим о ситуациях каких-то, что на канале происходит, немножко пояснений там и так далее. С чего начнём? Если вы помните, было видео про то, как девушка находилась в абиссивных отношениях в 15 лет и готовит свой побег уход от отношений. Это видео, если вы могли заметить, на канале скрыто. Сейчас объясню, что, как и почему. Почему? Первое, я напомню о том, что если вы присылаете историю для разбора на канале, только если вы её другим блогерам не присылали, не хочу ни с кем повторяться и потом в комментариях портянки читать о том, что эта история была уже там-то и там-то и так далее. Второе, если я опубликовала историю, то я её с публикацией не снимаю, потому что я трачу время своё немалое на съёмку, на всё вот это, на обработку видео, монтаж его, загрузку и, короче, время стоит денег. Я не собираюсь всю эту работу проворачивать просто так, чтобы в один момент, ой, я передумала, или там у меня мой муж посмотрел, или какие-то родственники на русский или турецкий там что-то перевели и так далее. Вы об этом должны думать до того, как вы публикуете, присылаете письмо. Но почему я поступила иначе, эти правила все раньше озвучивала, да, и это видео скрыло на канале. Скажу так, оно скрыто временно. У нас есть период в течение месяца, мы поговорили с автором. В общем, во-первых, спасибо она вам большое, говорит о том, что вы вышли там, скажем так, в комментариях, давали конкретные советы, её поддержали очень сильно. Она не оставляет свою затею, скажем так. У неё находится следство на отъезд, на побег. Она уже нашла, как к кому пристроить свою собачку. В общем, она здесь останется, и она не может с ней выехать и так далее. И она попросила скрыть видео на время для того, чтобы у них есть, там, с кем-то не общаются русскоязычным, чтобы условно мужу никаким образом там было довольно-таки много фактов, там, про покупку машины и так далее, скажем так, конкретных, когда можно было выйти на ситуацию похожую, понять, короче, тем, кто знает, и могут догадаться о своих знакомых, чья это история, и рассказать её мужу тем самым про побег же там, да, и так всё очень ярко описано, то есть, короче, нарушить её планы по поводу её побега. Поэтому я прислушалась к этому и поняла, что, ну, как бы, да, без, как сказать, правильнее, безопасней будет пойти на эти уступки и видео это скрыть. Это будет, как бы, правильнее, да. Примерно месяц где-то пройдёт, когда она делает это, она мне напишет, выйдет на связь, и я сниму для вас продолжение, другую часть, как у неё это получилось, её историю там и так далее. Мы об этой истории, надеюсь, услышим, но вот на данный момент, пока девушка настроена решительно и не подвергла изменениям своей идеи, всё, она в этом направлении движется дальше. Причём она смотрит наше видео, желаю успехов. И, кстати, вот этот толчок очень сильный, вы дали ваши комментарии, как вы его поддержали, давали советы. Многие даже нашлись, кто говорил, я могу к себе забрать или дать денег, или помочь и так далее. Это очень сильно оставило её неравнодушность, она почувствовала, что он в правильном направлении идёт. И немножко пояснив ту историю, кто-то видео смотрел, муж у неё не турок, но они живут в Турции. Он вообще гражданин другой страны, не с турком она в отношениях, но они живут все эти годы в Турции. И поэтому он сейчас планирует переехать в другую страну, в арабскую. И вот она вот под вот этот шумок с этой ситуацией, он будет в каких-то командировках и думает свой план как бы довести до конца. Если вы заметили, то и в видео, и на канале стала больше появляться история о домашнем насилии. Да, я не могу мимо проходить таких историй. В Турции это очень больная тема. И когда много правозащитников кошек и собак, это очень хорошо, это нужно делать, потому что животные не могут себя защитить. Это всё понятно. Но нет такого резонанса большого про насилие домашнее в отношении женщин и мужчин в том числе. Я вам в новостях из Турции говорила о том, что женщин убивают пачками в день. Десятками. Просто это не огласке не поддаётся. В СМИ не всегда попадают самые кровожадные резонансные моменты. Это не говорит о том, что их единица только они вот вчера и позавчера. Они каждый день. Они везде, к сожалению. И я считаю, что чем больше об этом говорят, тем меньше снимается запрет, стигма какая-то. И жертва, слушая просто со стороны историю, сама находясь в абьюзе, во-первых, задумываться о том, что я тоже что-то в абьюзе, у меня какие-то проблемы. Вот как девушка до этого написала, что он жила и думал, что это окей. Пока ничего на ютюбе видео всякие смотреть и врубаться, что её жизнь не так происходит. Второе, это поддержка огромная в комментариях, которая позволяет тебе просто почувствовать, что ты думаешь правильно, поступать будешь правильно. И надо бежать, себя любить, сохранять и так далее. Вот эти советы, особенно те, кто пережил подобное в своей жизни, когда говорят, что я это пережила, и слава богу, что я когда-то это сделал, этот шаг нам рассталась. У них завершила такие отношения. Если об этом молчать, да, тема неприятная, страшная, но страх преодолевается в психологии только, когда мы идём навстречу нашему страху, лицом в лицо. Боишься – делай, только так ты его можешь преодолеть. Всё остальное – это избегание, это побег, это уход от страха, но не решение проблемы, никогда побег не спасёт. Страх всегда будет за тобой следовать, приближаться, наступать тебе на пятки, дышать тебе в затылок, смущать тебя, и ты будешь свою жизнь подстраивать под страх. К сожалению, так оно и есть, так работает это вот, законы нашего работы, нашего мозга. Поэтому сразу скажу, тема те, если приходят, я всегда видео такие не отказываю, снимаю, эта тема обсуждается на канале. Два видео последних, я подписана на Пагрибешскую, Елена Пагрибешская канал, посмотрите. Там всякие истории про жизнь людей, назовём так, трушные истории. Там два последних выпуска были, вот про домашнее насилие, одна про то, как девушка убила своего мужа в состоянии аффекта, и даже не поняла этого, ну, типичный аффект у неё там, память и моменты стёртые. Вот, и другой случай, я, кстати, эту историю реально помню в 2013 году, когда девушка потерялась, её муж убил, расчленил, и дома на балконе ещё сохранял в пакетах, потом в машину в багажник сложил, и там её нашли, в общем, тоже про это последствия домашнего насилия, тирания, которая женщина подверглась, у неё он стал строить детей. Так что об этом говорить надо, надо знать, что происходит, вообще не закрывать на это глаза. Это вот тема, о которой я вот сейчас хотела посвятить видео, что-то вам объяснить, рассказать. И ещё хочу немножко пояснить, чтобы не было недопониманий каких-то. Когда я снимаю историю от анонима, разбор вашей истории на канале, это не психологическая консультация на приёме у психолога, это публичный разбор, когда я позволяю сказать своё личное мнение, дать какую-то личную оценку, личный взгляд и дать мой личный комментарий на эту историю. И я говорю, я как психолог могу, например, сказать такая фраза, да, или я с точки зрения психологии, я могу, когда я разбираю историю, дать вам объяснение каких-то психологических моментов в течении причинно-следственных ситуаций, выводов каких-то, почему тот или иной человек так поступает, или какие есть причины его поведения, и предугадать, исходя из этой базы, какие могут быть результаты, выводы или его поведение в дальнейшем. Но я везде даю свою личную оценку. Психолог на приёме не даёт никогда личной оценки, никогда не говорит, что делать, не даёт никаких советов. Клиент сам. Психолог как бы выводит, скажем так, клиента на размышления, в ходе которых клиент принимает сам решение в своей жизни, и психолог ответственности за вашу жизнь не несёт. Соответственно, когда я говорю «разбор истории от анонима на канале», это мой личный взгляд с опытом каким-то работы психологически, но это моя личная оценка, мой личный взгляд, моя какая-то, может быть, личная критика, это не консультация психологическая, лишь потому что я не могу вам задать вопросы, я не могу с вами вести никакой диалог, поэтому это на совсем другой формат. И, например, ждать от разбора вашей истории, от меня, не знаю, какого-то результата, как от психологической, индивидуальной консультации с психологом, не стоит. Это совершенно две разные вещи. Вот на то и есть индивидуальная консультация с психологом, не важно, со мной, с любым, с другим. Я рассказала какие-то там критерии. То, что на канале происходит, это объяснение ситуации, каких-то моментов психологических, закономерностей, с моей личной оценкой, как человека. Знаете, что мне интересно в комментариях будет прочитать? Вообще, какие темы на канале вам больше всего хочется в ближайшее время затронуть? Психологические отношения, менталитет про турков, про вообще отношения мужчин и женщин, про менталитет, про адаптацию какую-то, например, здесь жизни, или про психологию. Что вам больше всего интересно? Что вам нравится смотреть? Мне очень это будет занимательно, скажем так, послушать. Либо, не знаю, процесс какие-то адаптации, еще что-то. Я вообще жизни в Турции, как здесь жизнь меняется, вообще такое интересно наблюдать. В общем, что у ваших комментариев на тему вот этой болталки, что я вам сегодня видео описала. Спасибо за любую вашу активность. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, моя почта, на которой вы можете прислать историю от Анонима для разбора на канале, или вы можете записаться на индивидуальную психологическую консультацию у меня. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Всем пока.